Лото-маркеты – это проблема, которая сегодня остро стоит не только в Одессе, но и в Украине в целом. Варианты ее решения и способы борьбы с лото-маркетами обсуждали за круглым столом представители разных политических сил. Напомним, что совсем недавно в одном из районов города подобное заведение открылось буквально напротив учебного заведения. Интересное соседство – лото-маркет и школа. Не правда ли? Местные жители вышли на акции протеста, требуя закрыть лото-маркет. Митинги продолжаются и сегодня. Борьба с лото-маркетами и стала темой дискуссии, которая прошла 22 февраля в библиотеке Грушевского. Стоит отметить, что игорный бизнес в Одессе стремительно развивается, несмотря на действующий с 2008 года официальный запрет азартных игр и частые рейды активистов. Как бороться с игорным бизнесом? На этот счет у участников дискуссии мнения разделились. Я на сегодняшний момент вижу следующее решение данной проблемы. Это однозначно перезагрузка власти, это номер один. Второй момент. Это однозначно декриминализация этого игорного бизнеса, потому что он все равно был, есть и будет. Нужно делать таким образом и бороться таким образом, чтобы это все было официально, чтобы была очень высокая стоимость лицензии на этот вид деятельности. И открытие последующего, условно говоря, маркета стоило бы собственнику этого бизнеса, или, скажем так, управленцам этого бизнеса совершенно серьезные деньги. То есть вот открытие любого другого, так сказать, их офиса или заведения стоило бы, например, лицензии, условно говоря, 5 миллионов гривен. И тогда все упиралось бы в деньги, потому что уровень дохода, уровень возможностей нашего населения все равно сопричастен с определенными возможностями. Я думаю, что на сегодняшний день, когда существует такая ситуация, но когда у нас в Одессе мы можем на каждом квартале по два, по три подобных закладов, то тут уже должны какие-то решения принимать міськая влада и Одесская міськая рада. Я думаю, что эту проблему сьогодні можно решить шляхом принятия решения Одесскою міською радою, якоїсь постанови, решения про заборону подібных закладов, чтобы они не могли бы в Одессе работать. Когда люди находятся без работы, люди втрачают любую надежду на какой-то нормальный заработок, на то, чтобы найти нормальную работу, то они вертаются, ну, через безвихідь, они стают отведающими от таких закладов. И это серьезная проблема, это есть хвороба, и тут государство, конечно, должно своими какими-то регуляторными методами с этим бороться. Но, как показывает мировой опыт, бороться с игроманией, так же, как и с другими болезнями, такими как наркомания, алкоголизм и прочим, можно. Но победить это невозможно. Тем более, по словам большинства участников Круглого стола, этот бизнес крышуется верхушкой и СБУ в том числе. Полиция, что тогда называлась милиция, полностью крышует этот бизнес. Он в черную собирает деньги с бизнесменов, с предпринимателей. Это знает каждый более-менее вменяемый человек в нашем городе, в нашей стране. Это знают все. Бизнесмены завозят деньги в чемоданах или в чем-то угодно, отвозят их в министерство, но это не сделано. Но я хочу сказать, что пока не изменится отношение к происходящему, пока не перестанут заигрывать и рассказывать какие-то сказки, ничего не изменится в нашей стране. Это касательно этой темы вообще проблем в нашей стране. Я абсолютно согласен с господином бизнесменом в том смысле, что нужно, это приносит деньги, это нужно облагать серьезным налогом. Это есть, оно будет. Так всегда было, если будет. Как акциз на водку, на алкоголь, на табак. Как борется в Европе? Стоит пачка 5-8 евро. Да? Все. Сразу мы видим, что в Германии уменьшилось табакокурение и так далее и тому подобное. Так и у нас. Сделать 5 миллионов гривен стоимость лицензии для любого другого нового филиала. Вот как у нас они растут каждый день. Все. По-другому будет. Этот бизнес будет не настолько выгодным. И тогда они будут возить к Авакову эти портфели денег, а пускай платят налоги, понимаете, пускай платят лицензию. Тогда мы за эти деньги будем дороги ремонтировать, библиотеки открывать, понимаете, и решать проблемы противопожарной безопасности. Эдуард Каражия противник такого бизнеса, как игорный, но есть объективные вещи, о которых он, как юрист, должен говорить. Он рассказывает, что на то время, когда в Украине закрывался игорный бизнес, где-то в 2007 году, Украина получала чистыми в бюджет 20 миллиардов гривен. Это не считая теневых схем. На сегодняшний день это 5% ВВП, плюс огромное количество рабочих мест. Может, стоит задуматься? Борьба с этим бизнесом. Вы знаете, когда-то я никогда не играл, но вот так получалось, что мне пришлось несколько раз присутствовать в таких покерных клубах. Они тогда были легальные, в принципе, все это можно было. Я был сначала очень удивлен, когда за одним столом в покерном клубе играют прокуроры, судьи и те, кого они еще днем не могут найти, авторитетные люди так называемые. Между ними сидят адвокаты, посредники, которые, понимаете, являются гарантом, что один другого не подставит. И два-три бизнесмена. Вот, естественно, что в такой среде, в таких отношениях, ну, конечно, очень тяжело бороться с тем, с кем? Самим собой. Вот, поэтому здесь, знаете как, я за то, чтобы бизнес однозначно был легализован, чтобы туда не ходили дети, надо ставить видеокамеры, которые будут работать системе онлайн. И полицейский будет смотреть и не сможет сказать, что я не видел, что зашел туда ребенок. А если ребенок зашел первый раз, штраф 50 тысяч, зашел второй раз, 300 тысяч, зашел третий раз, полмиллиона. И чтобы все эти деньги шли в местные бюджеты, именно в местные бюджеты, потому что только на местах могут контролировать, на местах могут действительно что-то воздействовать и будут заинтересованы, чтобы городской бюджет пополнялся. Вывод напрашивается следующий. Бороться с игорным бизнесом можно, но победить его вряд ли удастся. Но можно его легализовать, продумать механизмы работы и обложить такими налогами, чтобы азартные игры были не каждому по карману. Плюс иметь с этого бизнеса большие поступления в государственную казну.